Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оона, идяше Иисус в субботы сквозь сеяни, и начаше ученицы Его путь творить его, стерзающий классы. И фарисей глаголух ему, вишь, что творят в субботы, и же не достоят. И той глаголыше им, нести ли николи же чли, что сотвори Давид, и к дотребовани име, и взялка самые же с ним. Как овниди в дом Божий при авиафаре архиереи и хлебопредложении снеде, и же не достоишь и ясти, только мы и реем, и даде и сущим с ним. И глаголы шьем, суббота человека ради бысть, а не человек субботы ради. Тем же Господь есть сын человеческий субботе. И вниди паки в сонмище, и бетама человек суху, и мы руку. И назираху иго, аще в субботу исцелит иго, да нань возглаголют. И глаголы человеку, сухую имущему руку, стани посреде. И глагола им, да стоит ли в субботы добро творить или зло творить, душу спасти или погубить, а не же молчаху. И возрев на них со гневом, скорбя о каменении сердец их, глаголы человеку, прострей руку твою, и прострей, и утвердись рукая гуцела, яко другая. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 23 марта. Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Марка, главу вторую с 23 по 28 стих, и главу третью с 1 по 5 стих. И сейчас давайте откроем русский период нового совета, найдем те евангельские строки и послушаем, как они звучат. «И случилось Иисусу в субботу проходить за сейными полями, и ученики его дорогу начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывший с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господина субботы. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стай на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит ему человеку, протяни руку твою». Он протянул. И стал рука его здорова, как другая. Такие в ангельские строки в сегодняшний день эта церковь нам предлагает. У нас с вами идет время Великого Поста, спасительные дни Великого Поста. Это время, когда каждый из нас может внимательно посмотреть в жизнь свою, в душу свою. Провести такой хороший анализ своего бытия. Если человек желает быть с Богом, желает спасения, должен с этой точки зрения свою жизнь пересмотреть. Но если мы посмотрим честно, то увидим, что в нашей жизни очень много происходит того, что не соответствует тому, что Господь ожидает от нас. Это касается, что дел, что слов, что мыслей, что настроений, что вообще наших точек зрения, что наших привычек. А ведь что значит не соответствовать воле Божией? Это значит не быть такими, каким нас Господь сотворил и каким мы должны быть. А кем мы должны быть? Мы должны быть способными быть с Богом одним целым. Это очень важно. Это вообще смысл и суть всего. Отчего грех плох? Потому что это только лишь противоречит закону Божию. Бог установил закон, мы его нарушаем, этот закон, и от этого мы теперь как-то называем гнев Божий. Да не в этом дело. Грех у нас искажает, нас делает другими, неспособными. Неспособными жить правильной, да что правильной, здоровой жизнью. Неспособными в Боге радоваться, неспособными в Боге жить и пребывать в этом блаженстве и счастье. Мы мутируем в грехе, в этом проблема греха. Бог поругаемый не бывает, и Бога невозможно каким-то образом ущемить, но с тем какой-то вред, еще что-то. Нет в мире такой силы. Всякий грех — это есть вред самому себе в первую очередь. Вот получается, что с грехом должны бороться, чтобы не становиться еще более уродливей, что ли, в этом смысле. Для чего надо жить в добре? Не потому что за добро Бог награждает. Знаете, вот сидит, прайс составил это добро, столько-то единиц райских наслаждений. Это добро столько-то, а этот добрый поступок весит столько-то. А потом, соответственно, каждому как в кассе раздавать. Тоже ведь не в этом смысл. Самая главная ценность такая, опять же, Бог. Он источник всего. И ты человек, созданный по образу, ты можешь с ним быть одним, ты можешь с ним соединиться. Убери жизни греха, останови этот процесс разложения духовный. Живи согласно Духу Божию, чтобы восстановить в себе то, что тебе делает Богу родственным. И тогда наступает твоя жизнь, это царство Божие. И вот это то, что в течение поста мы с вами должны в себе одно убирать, другое воспитывать. Чтобы после поста продолжать злоотвращаться, а к добру стремиться. Чтобы все ближе и ближе к Господу, все больше и больше и больше быть способны его принять. А евангельские чтения, которые нам церковь дает, они нас этому научают, постоянно об этом говорят. Вот сегодня мы что видим? Опять пример этот в неправильном отношении к Богу, к Его заповедям в духовной жизни. Ситуация. Христос с учениками идут в субботе с сильными полями. Опять же вспомним, для чего суббота была дана Израилю? Чтобы человеку напомнить лишний раз, что все, что ты получил, оно от Бога. Будь ему благодарен, потому что это твое сердце, опять же, учит любви к Богу. Благодарность с одной исправлением любви. День в неделю Богу отдайся из благодарности, служи Ему в этот день. Лишнее что-то там не нужно, оставь на другие дни. А этот день освободи. В этом смысл. Приучить иудея к этой идее, к этой мысли, что все от Господа, будь благодарным. Вот в этот день Господь ученика им сей на полями идут. Те голодные, им есть-то некогда. Они всецело погружены в дело служения Христу, они его ученики. Они ни на минуту не желают его покинуть, даже ради таких естественных потребностей, как сходить, где этот продукт и купить. И на ходу идут, молодое пшеничное зерно едят. Нарушений закона вообще никого нет, вообще проблемы нет. Нет, находятся фарисеи, которые начинают за это укорять. Причем не Христа. Посмотри, что делал. Ты же их учитель, куда ты смотришь? Они нарушают здесь закон, они нарушают субботу, они совершают какой-то труд, не положенный в этот день. Ни капли сострадания, ни капли милосердия. Тоже оно указывается на это совершенно дикое состояние их душ. Они здесь заповедь Божия совершенно извращенно поняли, еще пытаются с этой точки зрения обвинять невиновных. Думая, что раз они так относятся, так и Бог так же сейчас будто бы здесь учеников Христовых осуждает и готов их там покарать. Безумие. Вот Господь здесь пытается как-то вразумлять, несмотря на их тупорство, что ну вот вспомните, вот так почитает саря Давида. Он для вас образец праведности, святости, и вот так, как надо жить. Даже то его ситуация с Версави, когда он согрешил прелюбодейным грехом, и то ведь он родился, это 50-й псалом покаянный, как он каялся. Знаете, Бог простил его. То есть вот вы так уважаете, вспомните, что с ним было. Когда он спасался-то бегством от Саула, в Дом Божий там при священнике Виафари зашел, ел хлебопредложений, но нечего было есть. Он там все уже в полуобрачном состоянии от голода. И видим, что ничего другого не нашли, в храме не придумали, как вот эти хлебопредложения, которые употребляются при жертвоприношении, которые должны были только священники потом употреблять, как бы священные хлебы. Ими были накормлены, что Давид, что его спутники. И не было это грехом. Мы все это понимали, что, то есть, Бог попустил это и разрешил это. Показывает, что помочь голодному здесь это дело гораздо важнее, чем соблюсти вот в данной ситуации там какое-то обрядовое правило. Суббота для человека, суббота для того, чтобы человека сделать лучше, а не человек раб субботы. Чтобы зависеть от этих вот часов, что наступил субботний день, все, ты теперь раб. И вот столько-то часов, пока суббота не закончится. Это же безумие. Человек, сознанный по образу Божий, он не может быть рабом творения, времени в том числе. Вот дальше вот важное слово Господь сказал. Посему сын человеческий с господину субботы. А кто здесь сын человеческий? Он сам. Он здесь указывает то, что я господин субботы. Я тот, кто закон об этой субботе установил. И я здесь вправе распоряжаться тем, как к этой субботе относиться. Здесь он так вот пусть прикровенно, но открывает здесь опять же нам свое божество. А дальше ситуация в синагоге то же самое. Синагога день субботний. Человек, имеющий сухшую руку. Инвалид. Инвалид, который Господь может вылечить ним слом. И все это понимают, и все знают. И самое интересное, все чувствуют и соглашаются, что Иисус мимо не пройдет. Обязательно постараться ему помочь. И ждут, чтобы его обвинить. Не исцелить ли в субботу. Господь, видя вот это их ожесточение, да, и скорбит в их сердцах, вот таких вот совершенно криво устроенных, показывает и говорит, ну вот человек, встань на серетину. Ему говорит, можно субботу добро делать или зло делать. Как говорил апостол Лаков, если ты можешь сделать добро, он не делаешь, тебе грех. И действительно так и есть. У тебя есть возможность человеку помочь, вот настоящий возможность. А ты мимо прошел, говоря о том, что вот по воле Божией сейчас я не должен добро делать. Так вот думай. Богу угодно, получается, чтобы он мучился, а он мучится, потому что ты не желаешь ему помочь. То есть получается, ты хочешь сказать, что Бог есть источник зла и страданий здесь, а это что тогда получается, богохульство. Они молчали, ведь и молчат, потому что не могут этому противоречь, потому что все очевидно. Но и согласиться со Христом тоже не могут, потому что настолько они же привыкли именно так рассуждать. Тогда Господь им показывает, насколько вообще легко он может творить добро. Сказал человеку, протяни руку. Тот протянул стол рукаву, здорово, как другая. Не было никакого труда по исцелению, одно лишь слово. Таким образом видим, что здесь фарисы были посоромлены. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами прочли. Читали мы Евангелие от Марка, главу 2 с 23 по 28 стих и главу 3 с 1 по 5 стих. Благословение Господне, да пребывай это со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!